Музыка, танцы и звонкий детский смех. Во дворе 66-го дома по Никитинской настоящий праздник. Ребята показывают все свои таланты, а старшее поколение с удовольствием наслаждается. Концерт во дворе собрал аншлаг. Заняты все скамейки, а кто-то даже смотрит с высоты. Так лучше видно. Такие праздники в этом дворе проходят регулярно. Соседи вместе отмечают и Новый год, и Масленицу, а летом придумали свой день. Праздник добрые соседи. Жители двора как-то стали более сплоченные, стали знать друг друга. Вместе уже дети играют, вместе общаются. И поэтому работать во дворе, конечно, легче. Потому что один человек ничего не сделает, только совместно. Торжества всегда проходят при поддержке районной власти и депутатов. Любая инициатива жителей находит отклик, потому что только вместе можно добиться результата. Власть может сколько угодно вкладывать денег в благоустройство, в ремонт дорог, в обустройство дворов, в постановке каких-то детских площадок, спортивных площадок. Но без активности жителей, без их инициативы никогда и нигде ничего не получится. Пока дети резвятся на площадке и заняты делом, у взрослых появляется возможность отдохнуть, познакомиться и обсудить актуальные вопросы двора. То, что и называется настоящими добрососедскими отношениями. Россия всегда была сильной общинностью. Нельзя закрываться в своих маленьких домах, не знать соседа по площадке. Это неправильно. Когда люди не знают друг друга, это не государство, это не нация, это не страна. Поэтому такие праздники, в общем, решают огромную государственную проблему. Добрые традиции соседских праздников в железнодорожном районе станут примером для всех остальных, надеются организаторы проекта. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События.